Вот так оставил на некоторое время потребление общее чуть больше 5 ампер. Вот что я выяснил, что греется, феррит греется. Даже если вот так долго подержать, то потом уже становится палец трудно удержать. В транзисторе гелия теплые. Тачеры, транзисторы горячие. Тут все не один ампер, где-то потребляет один, один с половиной. Конденсатор резонансный. Горячий, но удержать можно. Вот 0,47 микрофарад, 630 вольт, МКП. Значит нужно на большее напряжение. Вот он прогревается. Индуктор горячий. Тут холодно, но и тут холодно. Отказался от его дросселя второго. Там я смотрел падение напряжения на нем 5 амперов, где-то 0,4 вольта или 0,5 где-то. Но этим тоже падение идет. Но не так сильно. Тут провод потолще. Ее лицо. Продолжение следует... Не лампы горячие, конечно. Вот эти обмотки намотаны 0,75 мм провода, но не чувствуется, чтобы они как-то были там горячие. Греется сам феррит, а не обмотки, но горячие. Уже все удержать трудно с этой стороны. Тут этот стабилизатор напряжения не греется, тут тоже не греется холодный. Игросхема тоже не греется, драйвер тоже не греется, транзисторы еле теплые. Вот этот хоть и 1-1,5 мм потребляет, но греется сильно, потому что на высокой частоте работает. Фронты у него не крутые, поэтому на переключение немного уходит. может, что он не полевой, у него падение напряжения идет. Три слоя индуктора. Вот это, вроде бы, треть весной. Он горячий, сейчас нечаянно был, когда мерил, смотрел или он горячий, дотронулся до этих контактов, током ударил. Хорошо, что одной рукой ударил. Потому что тогда только через пальцы прошло напряжение. если с двумя руками хватится, тогда через тело пойдет. вот потребляет от сети 104 ватта. и покажу заодно осциллограммы. Вот. не в полном резонансе, потому что пики не на самой верхушке, не употреблены. потому что интимно нагревается этот конденсатор и чистота уходит. Потом уходит чистота на щель. на щель. В общем, теперь как-то уже не очень горячий. и чистоту качера могу показать. 1 мегагерц, можно сказать. Сейчас тут и по шпуле нужно замерить. 16,41 кГц. Думаю, чтобы эффективнее было, чтобы феррит не так грелся. 3 витки надо вот тут мотать, чтобы под этим вмоткнуть. А так поле идет тут, оно тут все прогревает, она прямо не может передаться. Так может больше потерь происходит. Тут 3 витка, а не тут. Можно сказать, теперь не совсем. Даже комнатной температуры тепло может чуть-чуть больше. Ну что, вот как-то потребление немножко упало. Вот без качера 4 ампера, чуть даже меньше, чем 4. Видимо тут как-то то емкость от перегрева там по-всякому то увеличивается, то уменьшается, резонанс немножко меняется. Поэтому лучше конденсатор на высшее напряжение использовать. Не должны не так греться. а питание вот сколько вольт. На высшее напряжение вольт на высшее напряжение 19,33. Вот тут где-то будет на самом блоке, тут пока потери происходят, там будет побольше, там где-то будет 19,7, 19,5 или 9, потому что пока доходит, там где-то 1 ватт может на все, но нагрев на проводах там теряется, на шунте амперметр, то есть с 1 ватт где-то. Когда еще я увеличил вот расстояние между катушкой и антенной, тогда светодиод в заземлении начал гореть сильнее, вообще начал гореть, а так он даже не горел, если только вот этот провод не отцепить, который на катушку идет. Вот камера уже сама приблизила, на лодке поймала. Вот как обычно, тут ничего нет никакого влияния, если на начало землю цеплять, а если на конец катушки, тут прибавляется яркость, но и в земле зато светодиод не горит. Они комнатной температуры почти нет, вот этого чуть холоднее, наверно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok